17 ноября по всей стране чествовали участковых, уполномоченных полиции. Свой профессиональный праздник они встретили на посту. Моя коллега Юлия Важенина провела рабочий день с единственной девушкой в столичном участковом отделе полиции номер 5 Анастасией Ехаткиной. Утро Анастасии Ехаткиной, как и любого участкового, начинается с планерки. Здесь они получают задачи на целый день. У каждого участкового есть закрепленный за ним участок. 12 жилых домов, 30 торговых точек, 2 детсада и более 6 тысяч горожан владения Анастасией Ехаткиной. Каждый день она обходит свой административный участок, проверяет, все ли в порядке. За время работы Анастасия заслужила доверие горожан. Много жильцов обращаются к ней за помощью. Чаще всего обращаются по поводу семейного насилия, то, что происходит бытовое насилие в доме. Либо муж наносит побои жене, либо бывают такие случаи, когда и жена наносит побои. Мы стараемся разрешать их, естественно, ставится данная семья на контроль. За такие семьи Анастасия особенно переживает, старается лишний раз встретиться, поговорить. Профилактики подходят неформально. На участке она работает уже два года, признается, что носить форму мечтала с детства. Хотя сразу пойти на передовую она не решилась и начала с канцелярии. Но быстро поняла, что сидеть с бумажками ей скучно. Сейчас Анастасия один из лучших сотрудников отдела. Общаться с людьми, да, можно везде. Но, как говорят участковые от слова участие, поэтому мы участвуем в жизни граждан. Мы должны помогать им. Среди участковых уполномоченных пятого отдела полиции Анастасия единственная девушка. И по ее словам, главной задачей было не упасть в грязь лицом. Работать так, чтобы не было стыдно за себя. И Анастасия задачей справилась. Служба участковых, она ассоциируется, получается, с мужчинами. Потому что работа сложная, непростая работа, неспокойная. Но Анастасия Андреевна справляется на полном объеме и молодец она. Видно по ней, что она очень такой ответственный сотрудник. Она душой переживает за работу. И, честно говоря, побольше бы таких людей и порядка было больше бы. Как справиться со сложной работой и не приносить домой негатив? Секрет Анастасии Ехаткиной – оставлять работу в сценах участка и переключаться на любимые занятия. Готовку и вышивание. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика.